МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург в студии Александра Вараксина. Дмитрий Володин. Добрый вечер. Итак, начинаем. О прошлом, о настоящем и будущем на выездном заседании Петербургского парламента с ежегодным отчетом выступил губернатор Александр Беглов. Десять миллионов километров под землей в Петербургской подземке подвели первые итоги работы вагонов модели Балтиец. Улучшить экологию, укрепить здоровье. В Санкт-Петербурге прошла традиционная акция на работу на велосипеде. Мистика квартиры Григория Распутина или беседа-прогулка о граффити в северной столице появляется все больше авторских экскурсий. С первого сентября все детские сады в Петербурге будут бесплатными. Об этом заявил губернатор Александр Беглов о время ежегодного отчета. Он прошел в Большом концертном зале Октябрьский на выездном заседании Петербургского парламента. В своей речи губернатор затронул все сферы развития города и обозначил ключевые направления дальнейшей работы. Подробнее в репортаже Дмитрия Ковалева. Свой отчет Александр Беглов начал с благодарности всем горожанам за проделанную работу. Именно совместными усилиями, отметил губернатор, удалось достичь высоких экономических показателей. А именно повысить доходы бюджета в два раза по сравнению с 2019 годом до одного триллиона рублей. Сейчас перед правительством мегаполиса стоят новые задачи. До 2030 года увеличить бюджет до двух триллионов, среднюю заработную плату до 180 тысяч, а также удвоить затраты на инновации. Сегодня Петербург привлекательен для инвесторов. Мы продолжаем улучшать для них условия работы. Наши технические партнеры активно участвуют в развитии города. С помощью партнерских инвестиций развиваем транспортную инфраструктуру. Строим объекты культуры, спорта, модернизируем промышленные предприятия. За последние пять лет создано 46 тысяч новых рабочих мест. В северной столице появилось более 100 крупных и средних предприятий. Расширение производства в целом влечет развитие и других сфер жизни города. В первую очередь транспортной системы. За пять лет удалось решить несколько важных вопросов. Так отремонтировано почти 800 километров дорог. Строятся новые магистрали и развязки. В числе ключевых, конечно, Большой Смоленский мост, Цимбалинский путепровод. В прошлом году был принят новый генеральный план города, в котором определены точки роста и развития транспортного каркаса. Но ключевой фактор нашего экономического роста – постоянная поддержка города президентом страны. Владимир Владимирович Путин без его внимания и глубокого участия в делах родного города и знания проблем города такие результаты были бы невозможны. Сегодня Петербург – лидер среди всех городов страны по обеспеченности жильем. При этом новая политика правительства позволяет решить проблему дефицита социальных объектов. За последние пять лет построено почти 400 школ, детских садов и поликлиник. Не остаются без ответов и вопросы благоустройства. Это отремонтированные набережные, реконструированные пляжи, восстановленные фонтаны, а также строительство детских и спортивных площадок с учетом мнения и пожеланий петербуржцев. С 2019 года в Петербурге создано 226 новых общественных пространств. Уникальность Петербурга накладывает на нас особые обязательства. Мы гордимся архитектурой нашего города, его неповторимой атмосферой. Но город – живой организм. Он растет, меняется, развивается. И наша общая задача – сохранить культурное наследие Петербурга, но при этом развивать инфраструктуру. Вопрос развития общественного транспорта – ключевой в работе правительства. В первую очередь здесь стоит отметить увеличение за пять лет протяженности маршрутной сети на четверть. Более чем на 90% обновлен парк пассажирского транспорта. На петербургских улицах появляются электробусы. Несмотря на масштабные инвестиции в общественный транспорт, стоимость прайза для жителей нам удается сдерживать. Она корректируется только на процент инфляции. Остальные затраты компенсируются за счет городского бюджета. За пять лет размер доплат на работу общественного транспорта вырос почти в три раза. Особое место в транспортной системе – метро. Александр Беглов подчеркнул, активно ведется реконструкция существующих станций. На завершающей стадии проектирования 58 объектов метрополитена. Петербург за минувшие пять лет развивается как современный мегаполис. Но главным направлением в работе правительства остается поддержка горожан. Я предлагаю с первого сентября для наших городских детишек отменить плату за детский сад. Все детские сады, городские детские сады в нашем городе с первого сентября будут бесплатными. После завершения выступления Александр Беглов ответил на вопросы всех парламентских фракций Петербургского законодательного собрания и выслушал предложения депутатов. Так лидер фракции «Единая Россия» спросил про дополнительную поддержку многодетных семей. Правительство Петербурга, вы уже знаете, прорабатывает вопрос расширения программы нашего петербургского материнского капитала. Он будет начисляться при рождении четвертого, пятого и всех последующих детей. Этого не было. Представители ЛДПР предложили увеличить выплаты ветеранам к юбилею победы. Правительство города прорабатывает вопрос об увеличении размера выплат с 5-10 тысяч рублей до 10-15 тысяч рублей соответственно. Планирует ли правительство реорганизовать систему использования электросамокатов? Вопрос от КПРФ. Да, и первые компании должны зарегистрироваться в Петербурге и таким образом стать местными налогоплательщиками. Организовать для электросамокатов платные парковочные места. Платные. Запретить передвижение по тротуарам и площадям. В партии Яблоко подняли тему уборки города. Нам потребуется где-то еще полтора-два года. Это связано с финансовыми, с другими затратами, чтобы уборку города перевести в систему городского управления. Новые люди спросили, как будет развиваться туризм. Петербург уже вернулся к допандемийному уровню турпотока. Сегодня главные гости нашего города – это жители нашей страны. Мы рады их приветствовать в нашем городе. И для их посещения открывается много мест. Вопрос развития транспортной инфраструктуры от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». На совещании под руководством президента Владимира Путина он обозначил и уже приступило правительство Российской Федерации к проектированию и строительству К-2. У нас с вами одно кольцо. Президент дал поручение сделать второе кольцо вокруг города. Также в Петербурге реализуются масштабные экологические проекты. Увеличивается количество зеленых зон. Рекордные показатели достигнуты в очистке сточных вод. Развивается индустрия гостеприимства. Город в прямом смысле становится светлее за счет замены осветительного оборудования на улицах, в парках и скверах. Петербург, как отметил губернатор, будет развиваться как комфортный, умный, социальный и открытый город. Дмитрий Ковалев, Александр Чуев, Олег Христов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Отчет губернатора Александра Беглова перед депутатами городского парламента уже получил высокую оценку экспертов и лидеров общественного мнения. Они отмечают положительную динамику по ключевым социально-экономическим показателям развития Петербурга. Нам показали Петербург, который мы должны построить через пять лет. Мне кажется, он будет современным, ярким и в то же время сохраняя те традиции, которые заложены в нем, были основания. Я вижу наш город в постоянном движении, развитии. И те усилия, та работа, которую проводят губернаторы правительства города, она как раз определяет будущее нашего города. Я горжусь, что живу в этом городе. Я горжусь тем, что за последние пять лет медицина получила очень большой скачок в развитии. Мы строим лучший город, культурную столицу. Она всегда была, есть и будет. Как участник специальной военной операции, который лежал в госпиталях, в госпитальном сегменте, я могу откровенно вам сказать, что раненые военнослужащие обеспечены всем необходимым. Помимо Министерства обороны, госпитального сегмента, подключены и гражданские, и городские все медицинские учреждения. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства выступит на пленарном заседании. 7 июня ответит на вопросы в присутствии зарубежных лидеров. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В этом году на полях форума сделают акцент на стратегию народосбережения, главной цели развития России. Добавлю, экономический форум пройдет в Петербурге с 5 по 8 июня. Все вопросы первоочередные, так Андрей Белоусов сформулировал свои задачи на посту министра обороны. Сегодня в Совете Федерации состоялась консультация по кандидатурам на ключевые должности в правительстве страны. Руководители Министерства ведомств обстоятельно отвечали на вопросы сенаторов. Сегодня Пекин демонстрирует вопросы, связанные с этим. К ведению Совета Федерации относятся проведение консультаций по предложенным президентам кандидатурам на должности руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, общественной безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций. Идет специальная военная операция, и, конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с этим. Прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет. Андрей Белоусов подчеркнул, что мобилизации или иных чрезвычайных мер не предвидится. Впереди плановая работа. Необходимо, в частности, отрабатывать новые методы ведения боевых действий. Также в приоритете социальная защита военнослужащих, своевременная выплата денежного довольствия, жилищное обеспечение и доступность медицинских услуг, а также формирование гособоронзаказа на следующий год. Необычный юбилей отмечает сегодня Петербургский метрополитен. Пробег новых вагонов модели «Балтийс», который курсирует по красной линии подземки, перешагнул отметку в 10 миллионов километров. Составы собраны на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Каждый рассчитан на 30 лет эксплуатации. Для пассажиров метрополитена устроили праздник на станции Автова, куда прибыл юбилейный состав, им вручили подарки. Как «Балтийцы» встают на рельсы, Дмитрий Копытов расскажет. В Петербургской подземке эти «Балтийцы» преодолели уже 10 миллионов километров. По самым приблизительным подсчетам, это 250 окружностей экватора. И дальше больше. Символический 10-ти миллионный километр торжественно отметили в электродепо Автова. Сегодня по первой линии метрополитена уже курсирует 21 «Балтийц». До конца года поступят и еще семь. Церемонию начали с награждения. Лучших машинистов отметили знаками за безаварийное вождение. Еще раз поздравляю всех, это победа нашей России, победа нового отечественного вагоностроения, когда мы видим замещение импортных технологий и безопасные перевозки, которые осуществляются исключительно подвижным составом, выпущенным на территории Российской Федерации. «Балтийцы» с петербургской пропиской их собирают в северной столице. Составы оснащены специальными местами для маломобильных, информационными табло, есть шумоизоляция и системы обеззараживания воздуха. А синхронный тяговый привод позволяет экономить энергию. При отделке салонов использовали вандалостойкие материалы. Подарки в честь 10-ти миллионного километра балтийцев приготовили и пассажирам. Волонтеры молодежного совета метрополитена и завода производителя прямо в вагоне раздавали им памятные значки, бейсболки и сумки. Мы хотим познакомить и поздравить с этим мероприятием пассажиров нашего метрополитена. И, соответственно, как-то приобщить тоже молодежь, чтобы она стремилась, приходила к нам и работать. И заинтересована была в использовании метро. Очень рада всегда, когда вижу, что использую сегодня для поездки поезд «Балтийц». Этот флажок можно обменять на транспорт-фесте на другой подарок. Какой подарок, например? Ну, например, красивый магнит или значок с новым подвижным составом. А, возможно, кому-то повезет и получит флешку или вагончик. Сделать это можно на стенде метрополитена. Фестиваль стартует в пятницу на Манежной площади. Всего же до конца 31-го года северная столица получит 950 вагонов серии «Балтийц». Это крупнейший заказ за всю историю подземки мегаполиса. Таково поручение президента Владимира Путина. Параллельно модернизируют депо, реконструируют тяговую сеть и обучают специалистов. Обслуживание вагонов нового поколения проходит на площадках петербургского метрополитена. Дмитрий Копытов, Виталий Бролянч, Анна Терещук, Никита Большаков и Сергей Мишонков. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. На портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Сейчас горожан спрашивают, какие цифровые сервисы обратной связи в Петербурге они знают и используют ли их. Участие в проекте «Городской диалог» могут принять только авторизованные на портале ЕКП пользователи. Им будут доступны дополнительные возможности карты. О других заметных событиях дня далее в коротком обзоре. В Петербурге завершается отопительный сезон. А завтра город переходит на режим периодического протапливания. При этом теплоснабжение школ, детских садов, больниц, поликлиник и других социальных объектов будет продолжено. Решение о полном отключении центрального отопления будет принято в ближайшее время с учетом прогноза погоды. Петербургским фонтаном устроили каникулы до 17 мая. В разных районах города не будут работать водные сооружения. Специалисты водоканала в этот период займутся их техническим обслуживанием. Необходимую процедуру уже проходит фонтан «Маяк» в парке «Трехсотлетие». Подобную промывку проводят один или два раза в месяц в зависимости от размера и архитектурной сложности объекта. Кингисеппские таможенники обнаружили подводный дрон, который пытался провести житель Эстонии. При сканировании багажа инспекторы увидели внутри техническую конструкцию и комплектующие. Позже установили, что это беспилотник. Мужчина сказал, что аппарат он вез покупателю в Петербург. Нарушителю грозит штраф и конфискация товара. Костюмный доспех печального рыцаря из коллекции государственного Эрмитажа представили в музее-заповеднике «Царское село». Это редчайший предмет начала 16 века, который, предположительно, был задействован в траурной церемонии похорон императрицы Елизаветы Петровны. Для этого его полностью покрасили в черный цвет и лишь в 19 веке расчистили. Мистика квартиры Григория Распутина или беседа-прогулка. О граффите в Петербурге появляется все больше авторских экскурсий. Под музеи переоборудуют квартиры начала 20 века и создают необычные индивидуальные маршруты по городу. Александр Громов прошел по самым таинственным местам Петербурга. Чудовище лохматое, косматое, с рогами, со всеми смертными грехами. Старец-странник – самый мистический персонаж эпохи модерна. В этой квартире Григорий Распутин принимал тысячи страждущих. Отсюда, как считают многие, кукловодил первыми лицами Российской империи. Приходят, извините, люди всякого разного толка, колдуны, экстрасенсы. Спросили меня, а у вас со стенок ничего не падает? Ну, говорю, ну, вообще-то падает, да. А скажите, пожалуйста, а чашки у вас не бьются? Ну, чашки, конечно же, бьются. Особо впечатлительно, говорит Ольга, аура мрачных комнат будоражит до головокружения. Еще больше гостей поражается, узнав, покосившиеся шкафы на кухне помнят прикосновения Григория Ефимовича. И вот эти вот доски более широкие, это полуисторические. А здесь, как вы видите, дымоходы. Здесь у нас стоит вторая печь в квартире. В блокаду уже коммунальная квартира была опечатана после войны. Жильцы сберегли сундук царского друга. В наши дни экскурсоводы следят, чтобы поклонники не унесли в кармане клочки дореволюционных обоев. Вот это то самое кресло, которое сохранилось здесь. Ну, вы, конечно, помните, кто наш город основал? Петр Первый. Петр Первый, да. Прогулка по дворам, проспектам, переулкам Петербурга в приятной компании. Индивидуальные экскурсии объясняет Яна Митяева. Это беседа хороших друзей. Ты когда что-то очень любишь, и у тебя есть возможность заразить этой любовью другого человека, то ты видишь вот этот, ну, получается такой энергетический обмен. Почему в северной столице не подъезды, как расцвели новые граффити, и что такое любись по-петербургски, у нее, объясняет экскурсовод, нет заученных маршрутов и зазубренных текстов. Экскурсия, она как вот живой организм, то есть она постоянно чем-то пополняется, что-то прочитываешь, где-то узнаешь, там кто-то парадную открывает, где-то там откопали какую-нибудь плитку, ну, то есть ты постоянно наполняешь экскурсию. Екатерина Юхнева в музее не работает, она в нем живет. В квартире, которая принадлежала ее предкам Петербуженко, трепетно восстановила убранство и дух начала 20 века. Задумчиво чертили вензель любимого человека. Вы умеете, нет? Боже мой. Материальная культура почти забытых предков, рассказывает Екатерина, это особая магия, которая на глазах меняет людей. Они рыдают, теребят салфеточки, говорят, у меня такая же была ключевое слово, было. А я вот на помойку унесла. Для меня это очень больно, потому что каждая вышитая вещь, это кусочек жизни. Точно так, объясняет хозяйка, жила молодая столичная учительница. С тех пор, сетует экскурсовод, человечество растеряло искусство изящно жить. А вот это холодильник. Это вот так, чтобы показаться перед гостями. Приходилось бежать в ледник, вот сюда набивать лед, кусочки льда. Они таяли достаточно быстро. Стекала талая вода через специальный краник. Также неумолимо, говорит Екатерина, за окном бежит время. Но в этих стенах далекая эпоха не консервируется. Она, кажется, продолжает жить. Александр Громов, Антон Овчаренко, Марина Гудина и Анатолий Рябинко. Новости телеканал Санкт-Петербург. На работу на велосипеде сегодня отправились десятки жителей северной столицы. Традиционная акция с каждым годом набирает популярность. Кроме того, что это полезно, это еще и красиво. Велодорожки пролегают рядом с архитектурными доминантами Петербурга. К слову, маршруты для двухколесного транспорта выходят за пределы центральных районов. В будущем дорожки появятся в Приморском, Московском и Красногвардейском. Евгений Борисов о спортивной арифметике, во благо здоровья и экологии. Раз, два, три, четыре. Утром на берегу Фонтанки серьезными людьми командовал строгий тренер. Готовились мужчины совсем не к командному спринту, а спокойному променаду на велосипедах. Своеобразный пример для всех горожан. Перед тем, как сесть в офисное кресло, поездка на двухколесном транспорте будет очень кстати. Полезно это в первую очередь для вас, потому что это хоть какая-то физическая нагрузка, полезно для здоровья. А во-вторых, это полезно для города, потому что вы разгружаете транспортные потоки. То есть вы едете не на общественном транспорте, вы не занимаете место на личном автомобиле. В городе созданы 44 веломаршрута. Их общая протяженность составляет чуть больше 150 километров. Интерактивная карта представлена на сайте администрации города. Зеленым обозначены существующие маршруты. Голубым выделены полосы для движения общественного транспорта, по которым разрешено движение велосипедистов. Кроме того, на карте можно найти и расположение специальных парковок. Людей, которые пользуются велосипедом в Санкт-Петербурге, становится все больше. Это тоже положительно сказывается и на развитии велоинфраструктуры. Основная задача при создании велоинфраструктуры – это безопасность всех участников дорожного движения. Поэтому самым безопасным является отдельно созданная велодорожка. И строительство активно продолжается. В Красногвардейском и Приморском районах обустроят две новые велодорожки. Еще около 9 километров выделенных полос для двухколесных появится в Московском районе. И на этом не остановятся. В прошлом году Центром управления парковками была разработана концепция по развитию велосипедного движения в Санкт-Петербурге. И сейчас мы эти маршруты включаем и в КСОД. И с учетом этой велоконцепции планируем 25-26 годы. После разминки менеджеры, банковские и офисные клерки пронеслись в едином строю по центру города. Маршрут пролегал по велополосам вдоль набережной канала Грибоедова, Вознесенского проспекта и завершился у Мариинского дворца. Немного полезной математики. За час езды на велосипеде тратится примерно 400 калорий. На работу и обратно уже 800. Плюс в течение дня по шагомеру где-то минус 350. Всего получается 1150. А если к этому добавить еще сбалансированный рацион питания, то если не успели похудеть к лету благодаря железному коню к финалу сезона, это точно удастся. Евгений Борисов, Алексей Золотенков, Александр Борисов. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Ну а сейчас о погоде. Завтра в Петербурге переменные облачности и без осадков. Днем потеплеет до плюс 21, ночью плюс 7, плюс 9. Атмосферное давление будет меняться мало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова